привет друзья привет ну очень сложно понимаете сегодня мир такой турбуленции неопределенности как всегда в такие периоды возникает очень много теорий очень много теорий ну человеку надо на что-то опереться в этих ситуациях выживания и стресс большой и неопределенность и опирается часто человек зависимости масштаба своего мышления и вот мне пишут очень много вопросов что такое квантовый переход если невесомость действительно у человека летающие йоги например читали где-то если телепатия что такое эзотерика и тогда но очень много вопросов вы знаете сейчас же поскольку такая неопределенность очень много людей которые верят даже в чудеса но закрывается тем что не все же еще наука известна поэтому может быть такое ну конечно но я же вещь которые уже известны науки и которые уже доказала что вот этого быть не может я уже рассказывал про академика шковского астрофизика которому подошел какой-то японские кино делал журналисты или там подошел еще режиссер и спрашивал его может ли быть такое что девочка вышла из дома на улицу и в руке у нее воздушный шарик на ниточке и шарика улетел и полетел и полетел и полетел и полетел и полетел и полетел и в космос улетел может же быть такое спрашивает у него у астрофизика известного ученого но шкловский сказал что такого быть не может но тогда режиссер спрашивает но ведь не все же еще науки известно а шкловский просто ответил на то что известно уже из этого можно заключить что такого быть не может ли же известные явления но есть и поэтому сейчас вот эти вот фантазии которые люди у себя создают различные там контакты с иноземными цивилизациями и на звездами инопланетными кто-то верит даже что в глубине планеты там люди живут кто-то верит вообще что земля квадратная ну кто во что верит да и находятся в этот момент люди которые начинают называя себя экспертами пропагандировать какую-то теорию может быть даже нелепую и очень много людей которые ведутся очень много людей которые чувствуют необходимость какой-то точки опоры и это им вдруг понравилось например сейчас очень много говорят что есть вот как вернадский упоминают такие авторитетные имена значит это ноосфера и вообще сейчас говорят о том что сейчас происходит квантовый переход сознание всех людей новый уровень на новое качество вообще существование мышление я помню эти вещи были найти я тогда работал варшаве с группами журнале пчачок женский журнал женский журнал читала очень много женщины это как у нас был журнал крестьянка или там для женщин но чем вся польша читала и в эту пчачоку приезжали люди там был отдел переписки и они собирались ко мне на курс я обучал их снимать стресс это было настолько давно что даже сейчас трудно вспомнить но уже тогда уже тогда говорили о том что происходит какой-то переход земли вот земля наша планета попадает какой-то сейчас зону и это способствует тому что у людей начинает меняться сознание но там начали уже называть что энергия меняться и люди теперь будут зависимости от того какие они кто попадет в этот качественный переход и будет теперь жить и по-новому а некоторые останутся и даже при этом энергообмене вы будете замечать что некоторые люди падают прямо на улице обесточены будут падать в обморок и вы будете это замечать это было тогда когда вообще не о коронавирусе вообще не вышло когда не было вообще то что сегодня пишут опять сейчас вот этот переход исторический опять сейчас без времени и опять вот эти все теории и обязательно фамилии известных ученых туда приписываются и обязательно там но не читая даже что такое работа вернадского что он говорила об этой сфере некоторые люди это понимают как некое такое эфирное тело как субстанцию который он подключается и оттуда черпает информацию энергию слово модное такое энергоинформационное взаимодействие но это же ни о чем да и все же все может туда вместить но это некая эзотерика акультизм прочитайте вернадского посмотрите что он под этим подразумевал вообще смотрите этих экспертов которые вам что-то рекомендуют и пропагандируют какие-то теории их так много есть люди которые верят в черте и что у них хвост такой черный ну да если верят что вот я действительно вот такой черный но это же обобщенный образ это метафора добра и зла ну вы поймите есть люди которые мыслят предметно конкретно а есть мыслят аналитические здраво абстрактно философски люди то разные по уровню и по уровню компетентности и по уровню развития самые разные ну бывают такие что он даже может быть и известный человек в химии а верит например в то что он общается по ночам с инопланетной цивилизацией ну мы все же люди поэтому давайте мы сделаем так я уже говорил об этом что вы смотрите кто вам что советует кто вам что рекомендует есть только один способ вот сейчас очень много психологов которые советуют как вам жить посмотрите вообще этот психолог когда-нибудь занимался выведением людей из экстремальных ситуаций из шоковых состояний имеет ли он этот опыт готовы ли он каким-то экстремальным событиям где люди находятся на грани своих функциональных резервных возможностей на пике своих возможностей вообще в практике у него было такое когда-нибудь или он просто переписывает чей-то статьи да и за своим именем теперь пишет что-то из этих впечатлений которые он набрал но много разных людей не надо вот так вестись я почему об этом говорю я хочу чтобы мы трезво смотрели на вещи и чтобы мы все-таки отделяли научную картину мира от той картины мира которая как в эзотерике все в одну кучу и неизвестная и наши чаяния наши надежды и о том что все взаимосвязано и о том что ну да в общем все там намешано просто берете автора и смотрите кто он какой у него практический опыт да чем он занимался всю жизнь потому что если мы будем слушать каждого и вестись за каждым и вот эти слова квантовый переход ну количество качественный переход из одного состояния в другое взятые из физики кванта это же частица фотон и одновременно волна ну когда я это беру то механически приписывают в другой области например психологии психологии квантовый переход это когда вы из обычного состояния выходите в транс там происходит триггерный переход да в транс выходите вот люди которые легко выходят транс и не имеют достаточно компетенции недостаточно знают кто это советует или что он легко верит во все это если он этим сам специально не занимался сам специально это не исследовал он может поверить особенно когда он находится в стрессе поэтому друзья откроем глаза будем смотреть трезво я бы тоже хотел верить что я встречу на альфа центавре девушку полюблю ее буду за ней ухаживать а у нее будут другие волосы золотые такие голубые глаза такие синие синие или голубые я буду ночами спать и мечтать о ней так это у меня было когда мне было 13 или 12 лет но мы же сейчас взрослые мы же уже должны отличать зерна от плевел да это называется повзросление просвещение образование культура грамотность разбираться во всем этом и помните приписывание научных терминов эзотерические теории для того чтобы придать им как бы фактическое документальное научно доказанное восприятие ну это такая некая такая у некоторых людей ну просто некомпетентность а у других людей такая вот ведомость услышали вернадского услышали слово квант услышали и о это наук нет это называется науковоидность до встречи друзья да спасибо спасибо